О, светло-светлая, и украсно украшена, земля узкая. Насыщенный, полный, богатый звук. Вот что отличает гусли от привычных струнных инструментов. Александр Леонов играет в ансамбле «Лучина» с начала 90-х годов. Как вспоминает музыкант, начинал с гитары, но, услышав мелодию, сыгранную на гуслях, сразу стал искать себе учителей. Иногда звук гусли сравнивают с гудением колокола. Я не вижу в этом ничего такого, как сказать, богохульного, потому что, да, по богатости обертонов, вот этому вот звучанию плюс-минус. То есть у нас нет здесь звучания, как на металлофоне, вот одна нота, да? То есть струна, тут звук гуляет он. Вот, воу-воу-воу-воу-воу. Ну вот, и колокол, собственно, так же звучит, русская форма колокола звучит так же. Кроме вот чувства восторга и умиротворения, ну ничего не скажешь. Знаете, я повторюсь, слушала много, читаю много, но это уникальный, уникальный абсолютно ансамбль. По словам музыкантов, в России нет ни одного класса, где бы обучали игре на гуслях. Сам Александр учился у старших мастеров. Даже инструмент сделан его собственными руками. Все детали этого инструмента я расчерчивал сам. Значит, инструмент, что из себя представляет, в единичном экземпляре, он воссоздает. То есть это реконструкция кладов тех, что найдены полуистлевшие гусли в Великом Новгороде. И предположительно на них играли княжеские гусляры. Необычная музыка не оставила равнодушным ни одного зрителя. Ансамбль «Лучина» гастролирует по всей стране, покоряя сердца слушателей задушевными мелодиями. Как отмечают участники коллектива, она повстретила их теплым солнцем и гостеприимными жителями. Музыканты не исключают, что вернутся сюда снова.